Главное в жизни – идти к своей цели и не жалеть себя, считает Павел Родионов. Инвалид по слуху с рождения, он общается с окружающим миром при помощи жестов. Павел – профессиональный актер. Окончил Академию культуры в Москве и сейчас живет в Германии. Работает в Театре мимики и жеста. Потеря слуха – не конец света. Надо добиваться, радоваться, творить эмоции, радость. Ну и, конечно, быть дружными с людьми. Любовь к театру появилась у Павла во время обучения в Самарской коррекционной школе-интернате номер 4. Педагоги вовремя заметили талант мальчика, а дальше решающую роль в становлении Павла как актера сыграло трудолюбие. Качество, которое позволило ему стать таким человеком, неординарным, это, наверное, его сила характера. Поступить в Московский институт искусства достаточно трудно поступить. И по той причине, что страна наша огромная, а всего 10 человек будут учиться в этой группе, в этом институте. И Паша оказался среди этих 10 студентов. И так, вот весь его путь, мне кажется, это вот сила характера и правильный выбор. Встречи молодежи с актером Павлом Родионовым организовали члены общественной палаты Самарской области. Чтобы на четком, конкретном примере увидеть, как можно себя реализовать, несмотря на определенные ограничения по возможностям здоровья. И поэтому наш проект, он с одной стороны позволяет и дальше мотивировать наших ребят, которые стоят на трудном жизненном пути, к тому, чтобы добиваться, достигать и славить Самарскую область. До конца года в Самаре пройдет еще несколько встреч с удивительными людьми, пример которых может вдохновить на новые свершения. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.